В Гродно состоялся первый тур розыгрышей Гонбольной Балтийской лиги среди женских команд. Турнирную таблицу после стартового этапа возглавил дебютант турнира украинская команда «Голычанка». Львовские гонболистки одержали пять побед в пяти матчах, обыграв в том числе и Гомель. Подопечные Томожа Чаттера на второй позиции. Поражение от «Голычанки» стало для Гомеля единственным. Наши гонболистки победили Гордничанку, Жальгирис, Горляву и БНТУ «Белаз». Второй тур Балтийской лиги пройдет в конце октября во Львове. Между тем, в мужском чемпионате страны Гомель и Скаминск в очном поединке выясняли, кто же возглавит турнирную таблицу по итогам первого круга первого этапа. Встреча прошла в Гомеле. В полуфинале прошлогоднего чемпионата страны Скай и Гомель устроили настоящее сражение. Тогда гомельчанам не хватило самой малости, чтобы сотворить небольшую сенсацию. И от первой встречи между этими соперниками в новом сезоне болельщики вправе были ожидать не менее напряженной борьбы. Однако не совсем получилось. Об этом ниже. Этот поединок стал дебютом в официальных матчах за Гомель новичка линейного Станислава Нахаенко. Результативными бросками в этом матче он не отметился. Надо видео посмотреть. Если так, на первый взгляд, то ошибок достаточно много. Надо учитывать, что парень уже, наверное, практически год не играл, 9 месяцев. Поэтому ему тяжело было. Хотел проявить себя. То время, которое ему отведено, он был не худшим на площадке. Первый тайм хозяева паркета провалили. К 23-й минуте Гомель горел минус 10. Одна из причин тому правила левши, введенная в этом году в чемпионате. Молодой правый полусредний Гомель и левша Глеб Степанов пока не может на необходимом уровне провести отведенные регламентом 15 минут на старте матча. 15 минут игры все-таки у нас играет Глеб Степанов. Парень молодой. Они сразу находят его как защита. Нападение с ним не играет. Он тушуется. И первые 15 минут мы практически провалили игру. Надо отдать должное. Оставшиеся 7 минут гомельчане провели с толком, сумев сократить отставание до 6 мячей. 12-18. К сожалению, ближе подобраться к соперникам хозяевам паркета в этом матче не удалось. К середине второго тайма минчане вновь довели отрыв до 10 голов. Однако в концовке гомельчане вновь прибавили, сократив отставание. Больше всех постарались Матвей Малышенко и Денис Волынцев. На их счету по 9,8 мячей соответственно. Самым результативным в составе армейцев стал Александр Подшивалов. 7 точных бросков. Я доволен, что мы сегодня выиграли. Игра так складывалась отрезками. Что-то получало, что-то не получалось. Если взять полностью матч, то, конечно, сказать, что он удался, нет. И сказать, что не удался, тоже не могу. То есть где-то на среднем уровне сегодня прошла игра нашей команды. Были положительные моменты, были отрицательные моменты. Ну, учитывая, что это первая игра ССКА, сделаем выводы определенные. Я думаю, что к следующим играм мы более подготовленные подойдем. Кстати, сразу после окончания этого матча между собой сыграли и дубли клубов, выступающие во второй лиге белорусского чемпионата. СКА РГУОР не оставил Гомелю два шансов, победив со счетом 46-23. Один из центральных матчей четвертого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу состоялся в Гомере. На паркете спорткомплекса «Локомотив» сошлись лидеры, команды которой до этого не потеряли ни одного очка. В РЗ принимал столичный дорожник. Кроме того, кто же возглавит таблицу чемпионата единоличный, этот матч мог ответить еще на один вопрос. Когда же подопечным Анатолия Яновского все-таки удастся обыграть команду Валерия Дасько? За свою бытность в высшей лиге чемпионата Беларуси по мини-футболу ВРЗ четыре раза встречался с дорожником. На счету Минчан три победы. Один матч завершился в ничью. Понятно, что вагоноремонтники не прочь прервать эту волну неудач. Первый тайм никаких намеков на то, как завершиться встрече не дал. Игра была равна, и счет на табло 0-0. Правда, было видно, что страсти начинают накаляться. Как итог, под занавес первой половины судья понизил градус эмоций при помощи желтых карточек. Второй тайм начался с неприятностей для гостей. Розыгрыш углового ворот дорожника. У мяча Селюк он пасует Гончарова, тот откидывает мяч пяткой под удар Матвиенко. Шикарная комбинация, удар без шансов для голкипера. 1-0. Хозяева повели. То, как хорошо они умеют играть по счету, вагоноремонтники продемонстрировали в нынешнем сезоне. Нынешняя игра исключением не стала. Хозяева были внимательны у своих ворот, и чем ближе было до финальной сирены, тем активнее впереди были гости. Как результат, у ВРЗ появились шансы для контратак. Несколько раз удалось убежать Клочко. Неплохая возможность была у Лемешко. Правда, удвоить преимущество не получилось. У голкипера ВРЗ Дегтяренко также работы хватало. Тяжелее всего гомельчанам пришлось в концовке. Надеясь, как минимум вырвать ничью, дорожник перешел на игру в пять полевых. Когда пятое выходит, всегда тяжело. То есть выходят лишние игроки, лишнего разыгрывают. Оно всегда тяжело, тем более в дорожнике индивидуально очень сильные игроки. Мало того, что у нас на одного меньше получается, еще когда, если обыгрывают один в одного, тогда вообще получается большое преимущество. Вагоноремонтники выдержали это испытание счастью. В одном из моментов Клочко спас свою команду, став между воротами и мячом. А за 12 секунд до сирены мяч чудом разминулся с рамкой ВРЗ. Стоит отметить, что увлекшись атаками, дорожник сам чуть не получил несколько голов в свои ворота. Но хозяева откровенно простили гостей. Так что счет больше не менялся. 1-0 и победа ВРЗ. Во втором тайме, в первой смене, вообще необязательный гол. Пропустили, разбирали этот момент, но футболисты немножко неправильно сыграли. Пропустили, после соперник оборонялся, контратаковал, я считаю. Конечно, мы хотели увезти очки отсюда, но не удалось. В принципе, игра равная, но нам где-то чуть-чуть не повезло в завершающей стадии атак. Сыграв на ноль, голкипер ВРЗ Юрий Дегтяренко обеспечил себе попадание в символическую сборную тура. Кстати, это уже третий подобный успех футболиста в нынешнем чемпионате. В эмоции, конечно, положительные после игры. Давно не выигрывали у Дорожника. Я не знаю, в прошлом сезоне точно мы проиграли две игры. Хотелось очень выиграть. Настроились, сама отдача была, победили. После победы над Дорожником ВРЗ возглавил таблицу. А вот меньшане опустились на четвертую позицию. БЧ в четвертом туре со счетом 5-0 на выезде одолел Форд и располагается на шестой позиции. Награкомбинат Южный одержал вторую викторию в чемпионате. Обыгран границ со счетом 6-3 и занимает девятую позицию. Светлогорский ЦКК по-прежнему имеет ноль в графе победы. На этот раз светлогорские футболисты уступили Борисову 900. 1-5. Открытый чемпионат области по конному спорту состоялся в Гомеле. Сильнейших выявляли в конкуре, троеборе, а также в выездке. Соревнования проходили в областном центре Олимпийского резерва по конному спорту. Открытый чемпионат Гомельской области – соревнования традиционные. Для тренеров Центра Олимпийского резерва по конному спорту – это оценка сил и уровня подготовки воспитанников. А для спортсменов – возможность проявить себя и повысить разряд или получить спортивное звание. Нынешний турнир был богат на такие достижения. Много спортсменов повыполняло разрядов. Сейчас это нас радует. Кандидата в мастера спорта Антонова Александра выполнила кандидата в мастера спорта. Это хороший результат. В программе соревнований – выездка, конкур и троеборье. К троеборье, куда включены конкур, выездка и кросс – особое внимание. Через месяц в Гомеле состоится республиканская спартакиада по двоеборью. В программе соревнований не будет кросса. Среди спортсменов 2001-2002 годов рождения. И нынешний турнир отборочный. Поэтому все показывали свои лучшие результаты. В состав команды попадут трое лучших. Однако и остальные за бортом республиканских стартов не останутся. Сейчас на спартакиаде будут выступать дети 2002-го года, 2001-го. Это еще совсем молодые, скажем, спортсмены. Поэтому для них это один из важнейших стартов в республике. Кто не попал в команду, будут выступать личниками. И тоже показывать то, что они наработали в течение этих лет. На чемпионате области в Троеборье с первого элемента программы – это была манежная езда – лидерство захватило кандидат в мастера спорта Ангелина Фролова. И в кроссе, и в конкоре она не дала ни соперникам, ни судьям повода усомниться в своем мастерстве. Трудность была одна – лошадь, на которой выступала спортсменка, никогда не участвовала в соревнованиях по Троеборью. Однако озорная. Эта кличка животного с честью справилась с задачами, которые ставил перед ней всадник. Как итог – общая победа. Было так. Не скажу, что сильно тяжело. Просто я настроилась уже на победу. И все три дня я старалась держаться в лидерах. Чемпионат Гомельской области соревнования серьезные. Не брезгуют ими опытные спортсмены. Анастасия Довжик – мастер спорта по выездке и член национальной сборной. Она победила в езде для лошадей до четырех лет. В своей виктории Анастасия была уверена, однако молодежь расслабиться не дает. Это повод становиться еще лучше. Первое место – это уже говорит о чем-то. Значит, в будущем будем стараться, чтобы дальше так и было. Предварительный приз выездки выиграла Анастасия Николаенко. В командном призе сильнейшей стала Александра Антонова. В конкуре две медали высшие пробы завоевала Евгения Сергеенко. Она без ошибок прошла маршруты с высотой препятствий в 100 и 110 сантиметров. Я довольна своим выступлением, как я выступила. Мне понравилось только на перепрыжке. Там чуть-чуть были мои ошибки, чуть-чуть были ошибки лошади, но в принципе я довольна. Маршрут с высотой препятствий 95 сантиметров лучше всех прошла Ульяна Теселкина. Более 60 спортсменов приняли участие в первенстве области по греко-римской борьбе среди молодежи, которое прошло в Гомере. На ковер выходили сильнейшие атлеты 1993-95 годов рождения и моложе со всего региона. Представительство довольно серьезное. Среди участников призеры и победители международных соревнований. Из последних успехов третье место Артема Белоусова на чемпионате Европы среди юниоров. Кстати, он принимал участие в областном первенстве. На прошлой Олимпиаде в Рио Джавид Гамзатов завоевал бронзу, доказав высокий уровень школы греко-римской борьбы нашего региона. Не исключено, что среди тех спортсменов, кто выходил на ковер на этих областных соревнованиях, также есть будущие олимпийцы. Их имена мы можем услышать уже на Токийской Олимпиаде 2020 года. Тем более, что перспективных борцов достаточно. Подрастающее поколение продолжает радовать нас своим участием в международных форумах первенства Европы, мира и приносят медали наши воспитанники. То есть достойная смена растет. Победителями в общекомандном зачете стали гомельские борцы на втором месте команды Мозыря. Замкнули тройку атлеты из Калинковичи. По итогам областного первенства сформирована команда, которая представит регион на республиканских соревнованиях. Они состоятся в декабре. Субтитры создавал DimaTorzok